Приветствую вас! Я понимаю, что вы, скорее всего, никогда до этого не обращались к психологу, и вот сейчас вы обратились впервые. Если вы не обращались к психологу до сих пор, то есть, если вы уже обращались, простите, пожалуйста, если вы уже обращались к психологу, то полагаю, что вас, как вот говорится, наболело. У вас есть ряд проблем. Ну, если быть точным, то три проблемы. Две из которых достаточно явные, а третья достаточно неявная. Ну, то есть, с ней нужно разбираться. Вот, чтобы вы правильно меня поняли. С этой проблемой нужно разбираться. И вот, каждая из этих проблем, как это не печально звучит, она достойна не то, что отдельного вопроса. Она достойна того, чтобы по этому вопросу проходить регулярные консультации с психологом. И, поверьте мне, пожалуйста, постарайтесь это сделать, я не преследую сейчас цели как-то вот завысить, например, важность работы или спровоцировать вас на то, то, чтобы вы как-то вот начали оплачивать работу, психолог, начали брать деньги. Вот, если можете, то поверьте, пожалуйста, что это не так. Я, можете посмотреть мои ответы, всегда стараюсь дать максимально развернутый ответ на каждый вопрос. И я это стараюсь сделать, потому что я считаю, что это самое главное. Но важная ситуация именно такова, что каждая из этих проблем довольно сложна по своей структуре. Вы же перечисляете их как, ну, как будто вот, знаете, перечень таких вот нежелательных элементов в вашей жизни, которые имеют место быть. То есть, либо вы не осознаете серьезность проблемы, либо вы надеетесь, что психологи предложат вам волшебное средство для того, чтобы вы сразу решили все свои проблемы. К сожалению, так не бывает. Я хочу, чтобы вы это поняли сразу. То, что с психологом вам нужно работать. Вам самой над собой тоже нужно работать. И только через работу можно получить какой-то результат. Только через работу можно получить эффект для того, чтобы выйти из этой блокировки. Теперь, после такого небольшого вступления, я попробую вам дать характеристику каждой из ваших проблем и попробую разобрать эти проблемы. И в конце дам рекомендации, что вам нужно делать. Значит, первое, что вы пишете, это то, что четыре года назад вы потеряли свою маму. Я вам очень соболезну. Это страшно. Правда, опять же, вы не пишете здесь ничего о характере потери. То есть, умерла ли ваша мама, например, от старости. Или были, например, какие-то другие аспекты. Например, были несчастные случаи. Вот что-то в этом роде. А ведь это очень важно. В любом случае, надо понимать, что потеря мамы, особенно если вы от нее зависели, особенно если вы прямо вот нуждались в ней, если вы активно с ней взаимодействовали, со своей мамой. Нужно понимать, что данная позиция является очень травмирующей. То есть, у вас имеет место быть травма. Психологическая травма. Связанная именно с тем, что вы потеряли близкого, родного вам человека. И эта травма, психологическая травма, не позволяет вам двигаться вперед. К сожалению. Она мешает вам. Она не дает вам идти вперед. И этот аспект нуждается в проработке. Как вы пережили потеря своей мамы? Что вы почувствовали, когда она ушла? Что вы стали думать, когда она ушла? Как вы стали себя вести? Как вы стали себя чувствовать? Это все очень важные моменты, о которых вы не говорите. С кем была для вас ваша мама? Вы ее любили. Это понятно. Она вас любила. Это тоже понятно. Она ушла, и что осталось? Вот это вот, пожалуй, самый главный вопрос. Она ушла, и что осталось? Осталась у вас пустота? Осталось у вас отсутствие возможности реализовывать то, что вы реализовывали с ней? Определенная активность, определенные потребности и так далее. И осталось, получается, по сути дела, неадаптированность. То есть, со своей мамой вы были адаптированы к жизни, и с молодым человеком, с которым вы расстались, вы тоже были адаптированы к жизни. Без мамы, без молодого человека к жизни вы не адаптировались. Кстати, почему? Потому что чрезмерно на них полагались. И на маму, и на молодого человека. Ну, вот так, к сожалению, иногда бывает. Чрезмерно полагались на людей. Если на маму вы полагались достаточно логично, то есть то, что вы полагались на маму, это, в общем-то, естественно. Вот. То на молодого человека это уже куда менее естественно, но об этом я еще скажу. Об этом я еще скажу. Итак, ваша мама, она ушла, и вы стали испытывать что? Апатию, нежелание жить, что-то еще. Понимаете, вот что именно вы стали испытывать, непонятно. Как именно вы переживали, пережили ли уход своей мамы, тоже не ясно. Ясно одно. С ее уходом ваша жизнь стала более бедной. С ее уходом вы стали чувствовать себя менее счастливой. А это означает ваша неприспособленность к самостоятельной жизни и чрезмерной нуждаемости в маме. Вот, соответственно, если мы говорим о вашей нуждаемости, то это первое, на что стоит обратить внимание. Нуждаемость в вашей маме. В чем она проявляется и почему вы испытывали эту нуждаемость столь остро. Работали ли вы над тем, чтобы реализовывать эту нуждаемость другими путями? Если да, как? Каковы результаты? Если нет, то почему? Тоже очень важный вопрос. Здесь нужно оговориться, что смерть человека – это очень тонкая, болезненная тема. И если вы человек верующий, то вам нужно обратиться за консультацией к священнику, который даст вам необходимые знания, необходимую информацию о том, что происходит, в позиции теологии. Священники специально обучены теологическим знаниям и тем самым они помогают людям преодолевать проблемы, используя именно религиозное знание, в том числе и психологическое тоже. То есть, если вы религиозный человек, то, соответственно, на это вам стоит обратить свое внимание. Если вы не религиозный человек, то ситуация здесь заключается в том, что ваша мама ушла. Да, да, ее больше нет. Но, если вы любили ее, то вам нужно понимать, что память, память о ней всегда с вами. И она жива с вами до тех пор, пока вы ее вспомните. И подумайте, чего бы она хотела для вас. Подумайте, чего бы она желала для вас, как бы она хотела, чтобы ее дочь жила. Подумайте, живете ли вы так, как хотела бы для вас ваша мама. А какие были ценности вашей мамы? Какие были ориентиры у вашей мамы? Соблюдаете ли вы эти ориентиры или нет? Понимаете, если вы, вот помимо потребностей, которые вы реализуете, точнее, перестали реализовывать после ухода своей мамы. Помимо этого, есть еще и проблема переживания по поводу ухода человека. Так вот, переживания по поводу ухода человека нужно именно вот так рассматривать. Что? Ваша мама ушла, соответственно, так случилось. От этого никуда не детство, как бы это неприятно не было. И вам нужно жить дальше. Так живите ради нее. Живите так, чтобы ваша мама вам и гордилась. Тем самым вы не оскорбите память о ней. Тем самым вы, наоборот, будете, как бы, через свое поведение, вы будете более явно проявлять присутствие своей мамы в вашей жизни, если вы будете соответствовать тому, чего она для вас хотела. Например. То есть вот об этом нужно думать. Понимаете? Следующий важный момент заключается в том, что вы можете испытывать чувство вины. Опять же, про чувство вины вы ничего не пишете здесь. То есть вы не говорите, что вот я грущу, у меня депрессия из-за того, что я там потеряла свою маму и так далее. Ничего этого вы не пишете, а это важно. Если у вас есть чувство вины перед мамой, как бы после того, как она ушла, то это чувство вины тоже нужно с вами прорабатывать. Понимаете? Чувство вины мешает вам жить дальше. Чувство вины – это взятие ответственности на себя за то, что не является вашей ответственностью. Чувство вины – это именно пренебрежение собственной ответственности в пользу ответственности за другого человека. Если вы, например, жалеете, что вы не так общались со своей мамой, если вы, например, считаете, что вы неверно общались со своей мамой, то нужно понимать или, по крайней мере, постараться понять, что по-другому общаться с ней вы не могли. Как не могли вы предвидеть того, что она уйдет. Нельзя жить в ожидании смерти, нельзя жить в ожидании того, что человека не станет. И вот об этом я тоже хотел бы, чтобы вы как следует подумали. Именно в этом направлении. Есть ли у вас чувство вины перед своей мамой? Если есть, то за что? Насколько это соответствует действительности? Насколько это соответствует реальности? И так далее. И потребности ваши, которые вы перестали реализовывать с ее уходом. Это вот все это очень важный аспект, на которые нужно обратить внимание в любом случае. Все это очень важные элементы, на которые вам нужно, ну, в любом случае, поразмышлять хотя бы самому. Это вот то, что касается вашей мамы. И потребности, и чувство вины, и ваши переживания, которые вы испытываете после ее ухода. И ваши изменившиеся, возможно, утонувки, которые стали также другими после того, как вы потеряли свою маму. И может быть потеря стабильности, появление страха в вашей жизни, то есть вы стали бояться, например, того, что не только ваша мама уйдет, но и кто-то еще, кого-то еще вы потеряете. То есть это вот страх, потеря близких, страх перед нестабильностью окружающего мира. Это тоже очень деструктивное качество на самом деле, потому что фактически это качество, эта модель, она заставляет человека вообще забиваться в угол. По сути. Она не дает такому человеку вообще практически шанса даже на то, чтобы нормально как-то существовать. В действительности вам нужно понять, что вы не сможете никогда как-то вот предотвратить потерю близких. Но вам нужно общаться с людьми так, чтобы потом вам не было жалко, если они вдруг уйдут. То есть отдавать им всю себя, но при этом, что важно, не быть чересчур зависимой от них. Вот вы совершили эту ошибку и в контексте своего молодого человека и в контексте мамы. Вы совершили эту ошибку. Вы чересчур зависимы от мамы и от молодого человека, раз вы потеряли, как вы говорите, радость в жизни. А где вы во всем этом? Где ваши собственные ценности, где ваши собственные идеалы, где ваши собственные стремления? Семья – это не стремление. Семья – это не идеал. Семейные ценности, о которых так говорят, семейные ценности – это не семья. Понимаете, о чем идет речь, я надеюсь? И мы плавно переходим к вашему молодому человеку, который точно вас покинул после того, как… Ну, незадолго до окончания этого года и после того, как вы потеряли свою маму. Значит, понять вас можно. Вот чисто по-человечески, понять вас можно. Действительно, вы оказались в очень тяжелой ситуации, когда потерять и маму, и молодого человека – это действительно очень тяжело. Давайте подумаем. Молодой человек знал, что вам, например, трудно. Молодой человек, например, знал, что вам тяжело. Но молодой человек знал, что вы, ну, например, скажем, испытываете потребность в поддержке, испытываете потребность в том, чтобы он был рядом с вами и так далее. Конечно, он это все знал. Но, тем не менее, по какой-то причине молодой человек вас все забросил. Получается, у него были на это некоторые основания. Вот, давайте попробуем подумать с вами, что это за основания. Какие основания были у вашего молодого человека, чтобы вас бросить? Вы говорите, я хотел с этим молодым человеком создать семью. Я вас понимаю. И, соответственно, возникает вопрос молодой человек. Вот, с вами семью создавать, получается, не хотел. Интересный аспект, да? То есть, вы хотели с ним семью, он с вами семью не хотел. Вот в этом и кроется первоначальная проблема. Что вы хотели семью. Вы и сейчас говорите, что я хочу семью. Я не могу найти своего человека, а я хочу семью. Не ставите ли вы создание семьи во главу угла своего существования? Не ставите ли вы семью, ну, на первое место? На незаслуженное, я бы сказал, первое место. Не ставите ли вы семью на такую позицию, какой ей, какой у нее, точнее, быть не должно? Почему я вам об этом говорю? Дело в том, что семью создают не просто так. Семью создают только тогда, когда готовы в эту семью вкладывать. Если форма отношений между людьми такова, форма взаимодействия между людьми такова, что они готовы создать семью. То есть я хочу сказать, что семья это естественная форма развития человеческих отношений. Но семья не может выступать в качестве цели. В качестве самоцели, она может выступать только как формы отношений между людьми. И то, что вы говорите, хочу создать семью, возникает вопрос. Хочу создать семью, чтобы что? Хочу создать семью для чего? Что вам, по вашему мнению, должна дать эта семья? Подумайте, пожалуйста, на эту тему. И вот то, что вам, по вашему мнению, должна дать семья, вам нужно получиться настоятельно. Потому что семья не может и не должна давать вам то, что вы хотите. Семью люди вкладывают. Вы же хотите ребенка, вы хотите семью. Для чего? Для чего? Пока вы будете этого хотеть, и пока вы будете ставить это ориентиром для своих ценностей, ориентиром для своих отношений, я боюсь, что у вас будут проблемы с выстраиванием отношений с молодыми людьми. Почему? Потому что молодые люди, мужчины в частности, да, они могут не быть готовыми к тому, чтобы создавать с вами семью. У них могут быть совсем другие предпочтения. У них могут быть совсем другие желания. Они семью, как таковую, могут не хотеть. Им нужно что-то другое. Вы же хотите семью, и отсюда у вас могут быть определенные трудности. То есть это вот та самая разница, если угодно, в ценностях и в жизненных ориентирах. Вам необходимо эти жизненные ориентиры скорректировать так, чтобы они совпадали с ориентирами молодого человека. Понимаете? И чтобы вы не хотели семью с ним создать, а чтобы вы хотели быть с ним. Потому что хотеть семью, это означает, что вы вкладываете что-то в понимание этой семьи. У вас есть некий образ, идеал этой самой семьи. И вы хотите этот некий образ, идеал семьи иметь. Но волен, неволен, в таких случаях всегда, к сожалению, опускается тот факт, что у молодого человека, у вашего партнера, есть точно такие же взгляды на семью. И вопрос заключается в том, готовы ли вы его взгляды принять. И вот ловушка именно в том, что даже если формально вы готовы, если формально вы готовы принять его взгляд, то фактически, к сожалению, нет. Потому что если вы изначально хотите семью, у вас есть свой идеал, вы хотите что-то получить от семьи, вы будете к этому стремиться, и вы будете волей-неволей игнорировать то, что от вас хочет, например, ваш молодой человек. Вот это нужно понимать. Чем лучше вы будете это понимать, тем лучше вы будете отдавать себе отчет в этом, тем лучше для вас будет. Тем лучше для вас будет раскрываться ситуация, тем лучше для вас будет она выглядеть, тем свободнее в отношениях вы будете, и тем меньше нуждаться вы будете опять же в молодом человеке. Не будет нужды. Ведь вы переживаете, что от вас ушел молодой человек. Почему? По той же причине, что вы переживаете уход своей мамы. Что вы перестали от него получать то, чего вы хотели бы. Вы перестали от него получать то, что вам нужно. Вы перестали от него получать то, что вам не хватит. И отсюда у вас такие переживания. А в действительности это неравные отношения. В действительности это прямой путь к отношениям к зависимым. Я хотел бы, чтобы вы постарались от меня услышать. Сейчас. Что это прямой путь к зависимым отношениям. То есть вы склонны быть зависимой в отношениях. Почему? Опять же. По какой причине? Именно по этой причине. По причине того, что вам что-то нужно. Вам нанималась семья. Вы извините с молодым человеком. И у вас это ценность. Понимаете? Один из этой мысли вы поняли. Но опять же. Просто так говорить о том, что вы вот возьмете сейчас и перестанете хотеть семью. Это не получится. Вам нужно не просто перестать хотеть семью. Вам нужно понять, что стоит за этим желанием. Вам нужно понять, что кроется за этим желанием. Вам нужно понять, что вам не хватает. Вам нужно определить, чего вы желаете. Вам нужно определить, что вам нужно. Ведь семья-то она. Вам для чего-то нужна, для чего. Об этом нужно поразмытки. Об этом нужно подумать. Как следить. Вот постарайтесь сами это для себя определить. Понимаете? Не каждому, не каждому человеку, во-первых, нравятся такие ценности. Во-вторых, не каждому человеку нравится, когда от него другой человек зависит. То есть, понимаете, вот, например, мужчина, он, может, почувствовал, что вы чрезмерно зависимы от него, а мужчина почувствовал, что вы возлагаете на него большие надежды. Например, ему это не понравилось. Ну, человек почувствовал ответственно. Слишком большую ответственность. И эта ответственность оказалась человеку не по силе. Она его текотила. И он ушел. Но это к вопросу о причинах. Это к вопросу о причинах, по которым вы потеряли молодого человека. То есть, здесь, соответственно, ваша позиция в отношениях с мужчинами. То, что вы можете мужчине дать, то, что он вам может дать, то, что вы хотите от него получить, то, что он хочет от вас получить. Все вот это вот нужно с вами разбирать. Также модель женского поведения, ваша, ваша, образ, идеал мужского поведения и так далее. К вопросу о том, что вы не можете найти своего человека, я хочу сказать, что своего человека нет. Есть люди, есть интересы, ну, в частности, общие интересы есть. И вы можете, занимаясь какой-то деятельностью, вы можете, занимаясь какими-либо вещами, в процессе занятия этими вещами, вы можете просто-напросто с людьми сближаться. И вот на этом основании, на основании общего между вами, вы будете выстраивать отношения с людьми. И однажды с кем-то из них вам захочется познакомиться поближе. Вот это именно так работает. Это не работает так, к сожалению, что вы встретили человека какого-то, своего, как вы говорите, человека. И он, этот человек стал важным, и все, и вы уже, вот, вы с ним, вы, безусловно, всегда с ним. Так это не бывает. Людей что-то объединяет. И если ваш молодой человек бросил вас, значит, недостаточно у вас было объединяющих факторов. К сожалению. К сожалению. Как бы это ни приятно было, но недостаточно было этих факторов. Соответственно, надо подумать, чего не хватало, чего не доставало, какие вы сделали ошибки и так далее. Вот с этим нужно разбираться. Чтобы разбираясь с этим, как раз таки выстроить вашу модель поведения. Очень важно при этом, чтобы вы молодому человеку показывали, что вы можете дать ему то, что он хочет. Молодому человеку, вообще мужчинам, ну и женщинам тоже, ну и прочим мужчинам важно, чтобы его женщина могла дать ему то, что он хочет. Чтобы она была такой, какой он хочет. Но чтобы при этом не было вам вреда. Чтобы вы при этом не подавляли себя, не вредили себе. Понимаете? Вот это все очень важно. И эти, это, точнее это, необходимые критерии для того, чтобы у вас были удачные, здоровые отношения, которые приносили бы счастье вам обороты. Для чего необходимо начать с определения своей позиции в отношениях. Какая она эта позиция, как она себя проявляет и так далее. Это вот очень важный аспект в данном случае. Приходим к следующей проблеме. Проблема алкогольной зависимости. Не случайно я оставил эту проблему на самый последний, так сказать, момент. Потому что, видите ли, алкоголь вас избавляет от ситуации, в которой вы оказались. Алкоголь, он помогает вам, если, ведь я правильно понимаю. Алкоголь помогает вам справляться с той пустотой, которой у вас есть. Но поймите, это иллюзия. И весь вопрос заключается в том, что алкоголь, помимо того, что это очень серьезная и страшная вещь алкоголизма, но, помимо этого, алкоголь все же скрывает одну важную вашу особенность. А именно, алкоголь позволяет понять, чего именно вы хотите. Смотрите, вы теряете свою маму, вы теряете молодого человека. Вместо того, чтобы реализовываться самой, вы начинаете употреблять алкоголь. Что это? Это не желание несоответственность за свою жизнь. Это не желание адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства. И это потребность. Опять же, всегда же потребность. Вопрос в том, потребность в чем это у вас? Понимаете? Какая именно потребность привела к тому, что вы начали употреблять алкоголь? Вот об этом я рекомендую вам подумать. Это та самая важнейшая потребность. которая есть с вами на протяжении всей жизни, скорее всего, и которая обострилась после потери вами, близких людей. В частности, молодого человека, в частности, мамы и так далее, и так далее, и так далее. Об этом вам нужно подумать. И лечить алкогольную зависимость имеет смысл только тогда, когда вы поймете, какую потребность, какое желание вы реализуете с помощью этого алкоголя. Потому что если желание не будет найдено, то хоть лечи вас, хоть не лечи, желание останется, и вы будете снова и снова возвращаться к тому, что будете употреблять алкоголь. То есть сама по себе зависимость алкогольная, она сама по себе страшна. Безусловно. Но! Алкогольная зависимость опасна тем, что к ней все время возвращается. А почему возвращается? Не только в химической тяге дело. Дело еще вот в той самой потребности. Которые, которые и вас, судя по тому, что я прочитал, просто-напросто не научили правильно удовлетворять. Ну вот, не научили вас правильно удовлетворять ваши потребности. И все. И откуда тогда, естественно, взяться продуктивным моделям поведения? Нет. А значит, вам нужно прорабатывать детско-родительские отношения. То есть сперва проработать травму, которую нанесла вам потеря вашей мамы, а после проработать детско-родительские отношения. Потому что что-то в детско-родительских отношениях запретило вам самостоятельно удовлетворять свои потребности и надеяться на людей. Может быть, это излишняя привязанность к родителям. Соответственно, их жалость к вам, гиперопека, оберегание, что-то еще. Об этом сейчас можно только гадать. Но, тем не менее, это важный момент. В некотором смысле слова вы инфантильны. То есть вы не готовы брать на себя ответственность за свою жизнь. Готовы использовать средства, чтобы любыми усилиями просто сделать себя хорошо. Но это не поведение взрослого человека, к сожалению. И вот вам, поймите, мне по большому счету не важно вам что-либо доказать. Мне по большому счету важно просто вам показать, куда вы идете. А идете на данный момент вы по деструктивному пути. По очень деструктивному пути. И если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, нужно все вот эти вот проблемы, о которых я сказал, нужно все эти проблемы разбирать. Только тогда у вас есть шанс что-либо исправить и изменить. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!